Буквально пару недель назад биткоин стоил 38 с половиной тысяч долларов. В то время многие трейдеры рисовали вот такую нисходящую линию тренда и убеждали в том, что биткоин расти не будет, а наоборот упадет до 35 тысяч. Но в то время, пока все паниковали и реально готовились к падению, мы выпустили вот эти два видео, в которых я несколько раз вам говорил, что ни при каких условиях не стоит продавать биткоин, а нужно только усреднять и продолжать накапливать. Вы обязательно можете посмотреть эти видео и лично убедиться в моих словах, потому что сейчас биткоин стоит выше 47 и готовится пробить 50 тысяч долларов. А по-другому быть и не могло, ведь всего за один месяц такие фонды как BlackRock и Fidelity накопили 150 тысяч биткоинов. Спотовые ТЕФ получили полмиллиарда долларов капитала за пару дней, количество биткоин-кошельков в китов выросло на 3%, розничные инвесторы массово выводят биткоин с бирж, а 90% всех холдеров сейчас находятся в плюсе. И это только первые катализаторы, которые обеспечивают рост на этой неделе. Но даже после неуклонного 7-дневного роста остается один главный вопрос, пробьет ли биткоин 50 тысяч в ближайшее время, или все же нас заманивают в ловушку перед падением на 35 тысяч? Именно этот вопрос станет главной темой сегодняшнего видео, потому что я собрал для вас много интересных данных и важной информации, благодаря которой мы узнаем, что будет с биткоином дальше. Ведь по некоторым эксклюзивным показателям, следующие 48 часов станут решающими для биткоина. И это связано не только с публикацией ИПЦ 13 числа, а также я вам расскажу о важнейшем событии, которое навсегда изменит эфир в следующем месяце. И конечно же сегодня вас ждет подробный прогноз на биткоин и эфир, потому что именно эти две монеты оказывают влияние на весь рынок криптовалюты. Но также мы можем сделать отдельные прогнозы и на многие альты, поэтому в комментариях напишите, на какую монету желаете прогноз, поддержите нас лайком и мы обязательно сделаем такое видео. Ну а теперь без лишних слов, вы на канале Коин 22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, уважаемые друзья, начать сегодняшнее видео я бы хотел с вот этого поста, который мы опубликовали 6 февраля в нашем Телеграм. То есть ровно за один день до того, как биткоин пробил уровень 44 тысячи долларов. Тогда мы заметили, что цена вышла из треугольника и начинает набирать импульс для резкого движения вверх. Поэтому мы сразу сообщили вам, что биткоин готов к росту, что собственно говоря и произошло. Вот поэтому, если вы до сих пор не подписаны на Телеграм, обязательно подпишитесь, ведь в крипте очень важно быть первым в курсе всех событий. А если подпишитесь прямо сейчас, то сразу узнайте, почему известный аналитик считает, что биткоин больше никогда не упадет ниже 40 тысяч долларов. Ну а чтобы понимать, куда рынок продолжит двигаться дальше, предлагаю вам подвести итоги этой положительной недели. Да, я неспроста назвал именно эту неделю положительной, потому что если мы посмотрим на график биткоина, мы увидим, как начиная с понедельника его цена пробила несколько ключевых уровней сопротивления, в том числе и уровень 45 тысяч. И таким образом биткоин зафиксировал рост на целых 14% буквально за 7 дней. И в данной ситуации возникает первый вопрос, а почему биткоин начал расти, если на рынке не происходило каких-то важных событий, которые могли бы так активно запампить его цену. На самом деле катализаторы для роста были, и даже несколько, поэтому давайте их разберем и узнаем, как они продолжат влиять на биткоин на следующей неделе. Во-первых, все началось с того, что в начале недели фирма Glossnot поделилась вот таким отчетом, в котором было зафиксировано, что проснулись киты и начали медленно, но уверенно скупать биткоин, потому что количество биткоин-кошельков, содержащих более тысячи монет BTC, увеличилось на 3-6%. И получается, что если 19 января было замечено 1992 таких кошелька, то 6 февраля было уже 2064. При этом другая фирма под названием Sentiment сообщила о резком росте числа ежедневных активных адресов, которые выросли с 760 450 кошельков 21 января до более чем 900 тысяч на 7 февраля. Таким образом, именно эта активность со стороны китов стала первым толчком для биткоина, что помогло ему выйти из этого треугольника и начать постепенно наращивать восходящий импульс. Но сами понимаете, что если бы причина была только в одних китах, а обошлись бы небольшим постом в Telegram, который мы кстати сделали, так вот кроме китов еще активизировались институциональные инвесторы США. Это те инвесторы, которые держат большое количество биткоина. В четверг зафиксировали очень интересные транзакции, потому что из специального кошелька Coinbase вывели 4069 биткоинов на сумму 112 миллионов долларов на неизвестные кошельки. А немного позже была замечена еще одна транзакция – 1359 биткоинов, только уже на другой неизвестный кошелек. И что самое интересное, эти переводы были сделаны незадолго до начала торгов на американских биржах. А поскольку переводы были сделаны из специальных кошельков Coinbase, мы можем сделать вывод, что институциональные инвесторы США продолжают накапливать биткоин и переводят его на свои кошельки для хранения. Но и это еще не все, потому что главным катализатором роста снова является биткоин ETF. Конечно, после одобрения ETF 10 января шумиха начала утихать, а рынок вошел в фазу коррекции. Тем не менее, сейчас ETF снова возвращается в заголовки новостей. Потому что торговые объемы растут, притоки капитала в биткоин ETF также растут, а вот выводы средств, как это было у Grayskill, наоборот падают. Последние свежие данные говорят о том, что только 8 и 9 февраля в ETF BlackRock и Fidelity поступило почти миллиард долларов. А если взять статистику за первый месяц торгов, вы вообще будете в шоке. Потому что общий приток в биткоин только двух ETF составил более 3 миллиардов долларов. И обратите внимание, что ни один ETF, который был запущен в США за последние 30 лет, не смог накопить такое большое количество активов буквально за один месяц торгов. И конечно же, на фоне такого большого количества положительных новостей, биткоин не смог просто стоять на месте, а уж тем более падать. Его цена начала постепенное движение вверх. Вот только вы, скорее всего, скажете, а почему же ты раньше нас не предупредил, что будет рост? Но друзья, возвращаемся в начало и вспоминаем вот эти два видео. Что в первом, что во втором ролике я четко сказал, что не нужно продавать биткоин, когда большие фонды его покупают. На тот момент биткоин стоил всего 40 тысяч. И все, кто прислушался к нашему мнению, которое мы не меняем каждое видео, сейчас остается в очень хорошем плюсе. Но поскольку наши видео выходят не каждый день, а крипта никогда не стоит на месте, Вы можете воспользоваться нашей подпиской Coin22Pro, ведь команда аналитиков подписки Pro следит за рынком 24 на 7 и ежедневно публикует для всех участников лучшие точки входа по биткоину, эфиру, многим альтам и даже по мемкоинам, которые за день могут показать больше 100% роста. И одной из последних прибыльных сделок стал лонг на монету Аптос, потому что когда наши аналитики заметили, как цена готовится пробить уровень 9 долларов, все участники Pro заранее получили сделку, открыли ее, а после заработали от 60% профита. Но чтобы открывать сделки правильно, нужны определенные знания, которые мы также вам предоставим. Ведь после нашего подробного обучения на старте, новичок любого уровня сможет торговать своими руками под руководством наших специалистов и отзывчивой поддержки, которая будет вам помогать на всех этапах. Как я говорил еще в прошлом ролике, рынки по всему миру готовятся к данным по ИПЦ в США на следующей неделе, поэтому чтобы не упустить свою потенциальную прибыль на фоне активного рынка, переходите по ссылке в описании, напишите нам, и мы более детально расскажем вам, как можно зарабатывать благодаря подписке Coin22Pro. Помимо биткоина, отличное движение на этой неделе также показал эфир, ведь сейчас он торгуется около важного уровня 2500 долларов. Но у эфира пока нет ETF, поэтому его цена росла за счет другого фактора, и если быть конкретней, то благодаря обновлению Denkun. На сегодняшний день разработчики уже провели три успешных запуска, и теперь готовятся провести финальный запуск в основной сети, а данное событие запланировано на 13 марта. Да, на этой неделе во время конференции разработчиков сообщили, что официально запускается обратный отчет до самых больших изменений в блокчейне, которых не было с апреля 2023 года, когда провели обновление Шанхай. В наших прошлых роликах я уже говорил, что обновление Denkun прежде всего необходимо для запуска функции proto-данкшардинга, которая должна снизить комиссии для блокчейна второго уровня, построенных на сети Эфириум, за счет чего многие сети, как например Оптимизм, Полигон, Тиа и многие другие, смогут еще более качественно и быстро выполнять свои задачи. Поскольку Denkun является важнейшим обновлением после Шанхая, уже прямо сейчас нам нужно присматриваться к первым ключевым уровням, на которых можно начинать накапливать Эфир. Ведь как показывает практика, цена будет расти не 13 марта, а до этой даты. Так было всегда, и перед слиянием в 22, и перед Шанхаем в 23. Вот поэтому, проанализировав движение цены, первое, на что вы должны обратить внимание, это на уровень 2,5 и 2300 долларов. В этом видео я говорил, что для возобновления восходящего тренда, его цена должна зафиксироваться выше уровня 2,300. Как вы можете заметить, это уже произошло, но теперь появился новый уровень 2,5 тысячи, который также должен стать уверенной поддержкой, чтобы у Эфира было достаточно ликвидности для роста к новому максимальному уровню 3 тысячи долларов. И у Эфира есть большие шансы, чтобы дойти до этого уровня, ведь после коррекции, его цена вернулась в восходящий параллельный канал, внутри которого первым сопротивлением выступает именно 3 тысячи. И на фоне предстоящего обновления в марте, а также потенциального одобрения TF в мае, Эфир обязательно должен быть в вашем портфеле. И первые покупки можно начинать делать уже вот в этом диапазоне, с дальнейшим усреднением. Лично я буду делать именно так, и скорее всего буду докупать, чтобы соотношение в портфеле было около 25%, но при этом буду докупать и биткоин, чтобы его соотношение не проседало ниже 60%. Также обновление Эфира сыграет важную роль для всех монет на его сети. В основном это большие блокчейны, как например Оптимизм, Тия, Полигон, Арбитрум и другие. Кстати, именно из-за этого растут все эти альты, ведь только одна Тия показала 25% роста за неделю, и она не спешит останавливаться. Так что возможно мы даже сделаем отдельный топ монет на март, где расскажем вам, какие монеты вырастут вместе с Эфиром. Если желаете увидеть такой ролик, пишите в комментариях. Но самый главный вопрос, благодаря которому мы все здесь собрались, это что будет с биткоином. Заветный полет до уровня 50 тысяч, или сейчас мы наблюдаем бычью ловушку, после которой цена снова скатится до уровня 38 тысяч долларов. Чтобы максимально четко ответить на данный вопрос, я подготовил для вас несколько технических данных, которые демонстрируют, что сейчас происходит с ценой, но при этом я не забыл про фундаментальные факторы, которые сейчас еще сильнее влияют на движение биткоина. Во-первых, давайте держать в голове, что примерно через 60 дней, то есть уже в апреле, нас ждет халвинг. Это историческое событие для биткоина, ведь сами понимаете, халвинг происходит только раз в 4 года. И в данном случае, если мы посмотрим на активность майнеров, которая поможет нам понять, чего они ждут от халвинга, мы увидим, что майнеры резко перестали продавать биткоин, и сейчас удерживают свои позиции. А все потому, что майнеры понимают, что после халвинга они будут получать меньше монет, но за счет дефицита на рынке цена будет расти. Вот поэтому майнеры, особенно если это крупные компании, вероятнее всего продавать до халвинга они не будут. В принципе, это касается и многих розничных инвесторов, потому что выводы биткоина с бирж упали до 6-летнего минимума, и лишь за последние 2 недели с бирж вывели более 25 тысяч монет, на сумму выше 1 миллиарда долларов. На данный момент все монеты, которые инвесторы выводят с бирж, чаще всего отправляются на холодные кошельки в долгосрочный холд. И вы только представьте, на данный момент 90% холдеров в плюсе, то есть сейчас почти 50 миллионов адресов, которые покупали биткоин, находятся в плюсе, при этом 3% без убытки, и только 7% это около 3 миллионов адресов в минусе. Эти данные нам дают понимание того, что холдеры не собираются продавать биткоин, ведь все хотят получить максимальный профит, а если продавать перед халвингом и в то время, когда фонды за месяц купили 150 тысяч монет, это будет глупое решение. Кстати, да, я еще не говорил о фондах, ведь посмотрите, у BlackRock уже 87 тысяч монет. С каждым разом, когда я показываю вам этот сайт BlackRock, количество монет в их ETF только растет. И такая же картина наблюдается и в ETF фонде Fidelity, в котором хранится биток на сумму 3 миллиарда долларов. Это именно тот фундаментальный катализатор, который разрушил все планы медведей заработать на падении биткоина до 35 тысяч. Такого падения не произошло и вряд ли оно произойдет в ближайшее время, потому что глядя на основные уровни накопления биткоина, мы можем увидеть, как в диапазоне от 40,5 до 42 тысяч 900 долларов, примерно 2 миллиона адресов купили более 1 миллиона биткоинов. Поэтому на графике мы сразу можем отметить первую ключевую поддержку на уровне 41 тысячи долларов. И если в целом взять текущее движение биткоина, вы заметите, как на дневном графике он показал беспрерывный недельный рост. Это классическое поведение его цены, потому что за последний год биткоин постоянно сначала рос на протяжении недели, а потом консолидировался или корректировался. Это было в конце октября, в начале декабря, потом в январе и теперь в феврале. Но пойдет ли биткоин выше 48 тысяч? На самом деле шансы есть, но все будет зависеть от следующей важной недели, потому что биткоин должен уверенно закрепиться на текущих уровнях, как это было после пробоя 30 тысяч, потом 35 и 40 тысяч долларов. Если, начиная с понедельника, биткоин проведет положительную консолидацию выше 48 тысяч, это будет прямой сигнал на рост до уровня 50 тысяч долларов. В этом биткоину также могут помочь данные по ИПЦ, которые опубликуют 13 числа. По прогнозам, инфляция может упасть до уровня 2,9%, что может заставить Джерема Паула снизить ставки гораздо раньше. А снижение процентных ставок могут спровоцировать приток ликвидности из облигаций, фондовый рынок, золото, а также криптовалюту. Так что ближайшие 48 часов станут самыми важными для биткоина в этом месяце. Вот поэтому, чтобы ничего не пропустить, переходите и подписывайтесь на наш телеграм. В комментариях оставляйте ваши прогнозы на крипту и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А вам я желаю самой прибыльной следующей недели и увидимся очень скоро. Всем удачи, до скорых встреч.